Поэма Дель Мар, аквариум. Это у нас Лас-Пальмас, де Гран-Канария. Самый большой аквариум на Канарских островах. Пойдёмте смотреть, друзья. Стоимость входного билета 27 евро с человека. Но для детей, по-моему, 18. И вот, видите, сегодня суббота у нас. 14 октября, я вам не сказала. Ну и, вероятно, потому что суббота. Очередь вот в Каз. Почему мы стоим здесь? Спасибо. Привет, у нас есть у меня? Вы живете здесь? Это 27 евро. Я подать мою машину? Конечно, вы можете купить. так заходим смотрим пока объяснять ничего не умею не знаю потому что первый раз сама в общем говорят что тут классно я иду за этой парой небольшое но впечатляющее начало посмотрите прозрачный пол боже страшно идти страшно идти боже мой с моими-то килограммами ну вот видите какие рыбки идут идем дальше продвигаемся по стрелкам как нам объяснили но и карту мне дали только либо на испанском либо на английском языке большого выбора нет поднимаемся один из первых аквариумов полет птеродактилей наверху так смотрим дальше рассказывали нам что здесь очень много таких аквариумов которых нет во всем мире огромных и даже есть такой аквариум с увеличительным стеклом которым можно посмотреть открытый океан ну вот может быть еще только начало здесь у нас это скалярий и это как я понимаю аквариумные рыбки да вообще конечно это моя любовь аквариумные рыбки у меня были начиная с 12 лет я еще подумывала конечно что в субботу наверное не стоит сюда ходить чтобы не ждать очереди у каждого аквариума но вот видите так как я немного обгорела на пляже я решила что сегодня на пляж не пойду а пойду все-таки в аквариум чтобы день не пропадал и вот так так и получилось что в субботу загоны с малюсенькими черепашками смотрите какая прелесть боже мой я впервые вижу мама и четыре детки рядом еще загон вольера с черепахами а вот это говорят баба друзья вот так выглядит баба он совсем молоденький конечно же но баба бы живут по тысячу лет а этому наверно может лет 15 вот и тут всего две черепахи кормить черепах запрещается вот у них здесь как раз кормежка было и вот кушают свежие овощи территория вообще-то говорят огромная здесь продвигаемся немного дальше смотрим что еще у нас здесь кости огромной рыбы и снова у нас большая очередь следующий зал друзья вы знаете я же вам снимаю все одним куском видео поэтому мне приходится все это показывать к этому аквариуму огромная очередь стояла я думала что это как-то сделаны пузырьки воздуха но нет это ведь и песок падает классно придумано конечно очень впечатляет аквариум и вот эти рыбы прозрачные видите у них видны все внутренности это тритоны здесь внизу они поменяли цвет на белый а вот там наверху посмотрите они под коряку замаскировались и уже другого цвета это темно темно-темно-коричневого видите да как здорово еще один аквариум с кардиналами это все пресноводные рыбки здесь аквариум с двумя такими нет даже не две а больше конечно 3 4 5 рыбки змеи здесь какие-то мангровые рыбки видите могут и на суше и на море жить и у них есть лапки это наверно те рыбы которые больше ста тысяч лет назад вышли на сушу первыми да здесь у нас вот такой вот мостик через какую-то водную поверхность ой боже мой посмотрите как все смотрите как все качается мне страшно даже так скорее всего что это аквариум но только он наверное где-то в другом месте с прозрачной стенкой а здесь только сверху обозрение ведь уже более крупная рыба видите да вот еще очень красивое место знаете когда я вижу вот такие вот небольшие прудики с такой чистейшей водой до грот и типа мне хочется конечно туда прыгнуть и поплавать особенно в такую жару до смотрится великолепно огромное дерево здесь растет несмотря на то что все корни дерева в воде она чувствует себя прекрасно до странное дело вообще-то и вот мне кажется что вода здесь должна быть холодная почему-то впечатление такое но не знаю рыб здесь очень много но обзор сверху все-таки не очень хороший по моему сверху наверное лучше смотреть вот на эту красоту что-то такое похоже на джунгли а это жаба посмотрите вот она здесь сидит застыла не шевелится а это вот малюсенькие лягушки внизу видите зеленые такие пятнистые вот одна близко 1 подальше написано что они ядовитое вот они придется до к нам очень маленькие очень маленькие еще здесь вот наверху это все что я смогла увидеть может быть и больше есть да вот я вижу там там я вижу две еще и желтые черные видите пятнистые вот справа и здесь под листиками за листиками вон она еще одна малюсенькие ядовитые лягушки здесь место небольшого отдыха со всех сторон опять аквариумы ну вот здесь есть еще и черепаха посмотрите подсвечивает не очень хорошо видно если я правильно понимаю это пиранида вот большой аквариум справа и слева вы знаете но свет падает так что я только свои ноги вижу а тут какие-то очень красивые рыбы плавают хотелось бы вам их показать и куда же нам без еды не туда и не сюда я останавливаться не буду здесь на водопой их будут я пошла дальше смотрите какая прелесть видите здесь можно залезть туда в трубу и проползти проползти под водой просто развлечение для ребятишек огромный аквариум на два этажа высотой может быть это именно тот о котором везде пишут и говорят самый большой цилиндрический аквариум в мире сейчас будем смотреть конечно но вы знаете смотреть на него больно из-за того что он круглый и наверное очень толстое стекло очень искажается хотела показать вам дальше больше издалека да скорее всего это и есть тот аквариум знаменитый о котором много пишут и говорят вот здесь дорога вокруг вообще я смотрю на экран я смотрю в реальности как это выглядит все гораздо красивее в реальности конечно хотя бывает и по другому здесь вида на экране совсем нет вот очень красивая рыба проплывает с огромным хвостом а у вас она на экране белым просто вот этот очень красивый островок такой сделан наверху и я практически поднялась на самый верх эта рыба называется мурена она плывет просто наполовину высунувшись из воды не знаю почему обычно мурены знаете да они живут в скалах и только голова у нее высунута из расщелины со страшными зубами вот я показываю вам вид сверху этого аквариума а там внизу скат проплывает и даже не один а целое семейство скатов и и да вот так вот опять плывет мурена посмотрите она нарезает круги здесь вокруг вообще конечно ух ты там еще одна рядом с ней вообще конечно не сказать что она уж очень крупная да но вот не хочется с ней встречаться в океане и снова она бедная плывет очень маленький аквариум вероятно для нее и она просто решила заняться немного променадом ох какая огромная посмотрите так я прошла ровно половину пути и мое следующее видео вторая часть будет уже в другом куске и и в в в Продолжение следует...